То, что вакцинация – это единственный способ реальной борьбы с пандемией, в троллейбусном управлении Черкесска поняли давно и одними из первых массово сделали прививки. Поэтому даже в самый пик пандемии работа здесь не прекращалась. Из более сотни сотрудников заболело лишь несколько человек, и те перенесли корону хорошо, без тяжелых осложнений. Заболел я вместе с супругой в конце августа 2020 года. Александр Горленко успел переболеть еще до вакцинации, на пару с супругой. Перенесли недуг относительно хорошо, только потом проявились некоторые осложнения. Вылечив их, мужчина понял, что больше так рисковать не хочет, и как только количество антител уменьшилось, пришел на прививку. С женой посоветовались, раз я думаю, что естественный мой иммунитет выработался, думаю, ну чуть-чуть надо будет добавить еще этой вакцины. Хуже, может быть, и не будет. Ну, посоветовались, правда, не сразу, но потом пошли, решили, что ну давай сделаем. Мы еще даже выезжали с женой на родину, вот, там отдыхали, все, общались с людьми. Ничем, слава богу, никто, ни она, ни я не заболел. И сейчас я себя чувствую, ну, нормально. Сейчас обстановка и атмосфера в троллейбусном управлении спокойная. Водители уже привыкли, что перед утренним выездом, помимо проверки на алкотестер, измерения давления и температуры, им проводят краткий инструктаж по безопасности во избежание распространения коронавируса. А сам транспорт обрабатывают дезраствором минимум дважды в день. И, конечно, кондукторы просят пассажиров не пренебрегать мерами личной дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить до минимума число личных контактов. Эрнест Чуков, Роман Нагаев, Архиз, 24.